Аковский лес Окраина Аковского леса Там находится Рудаевское каменное гнездо Куда мы идем Деревня Рудаева Местность Кузнец Просто поле Чтобы дойти туда Нужно пойти по полю По полю идти не очень хорошо Тут недалеко, километра два Вот по такому Кошеному полю Дошли мы до ручья Но ручьей Дошли мы до ручья Ручей полностью там Заросший кустарником По нему идти нереально Но вернусь обратно на поле Поле позади Поле закончилось Оно прородилось в низинку Начались вот такие вот заросли кустарники То есть летом здесь Просто нереально идти Здесь все заросшее Дрова выше чем попоя Все это зеленое Все это с насекомыми Вот я иду тут Подо мной кое-где лед даже Я иду уже Сейчас самое лучшее время Снега еще нет Трава Уже опала Упала Прижала ее Можно хотя бы перемещаться В пространстве Времени Почти дошли Здесь вот сейчас будет Такой достаточно широкий канал Кто-то рыл Вот тут угрозные зубаны Крути сюда пришли рыть Копский канал Или приток Или дренажная канава На карте он вроде как Копский канал Отмечен Такая большая широкая дренажная канава При этом где-то по колено Можно перейти Сейчас посмотрим Насколько она замерзшая Потому что у нас два варианта Или переправу строить Или по льду перейти Вот он Копский канал Я вообще хотел по нему на коньках ехать Но он здесь не замерз А там он был вообще заросший Призаросший Так, пошли тогда До бобровой плотины Сейчас будем переходить Вот сколбик Ха-ха, смотри, внезапно Вот настоящая бобровая плотина Она живая Бобры ее ремонтируют Восстанавливают Сейчас мы по ней Перейдем на ту сторону Вот сравните уровень воды Вот там вот ручье Вот здесь вот ручье И смотрите, насколько здесь высоко То есть реально высота Очень большая Бобры реально прям крутые строители И вот настолько они делают круто Переправу Слышно? Вода журчит Отошел я от плотины Метров на двадцать Здесь уже нормальный Вот он, канал Нормальный лед Че? Видно, я не знаю, видно Не видно, насколько там сильный перепад Здесь, мне кажется, иди сюда А здесь нормально можно То есть там вот текла вода То есть бобры копают У них вода А здесь вот я перешел Миш, пойдем здесь Все, теперь надо через вот эти дебри Как-то мне залезать Пробираться Искать Местность Такие деревья Это вообще очень дикая местность Еще туча нежная какая-то идет Такое все нехоженное Заброшенное Заваленное Реально Как будто вот дремучий лес Сейчас начнется Миша решил перейти по плотине Непосредственно Глубина, покажи палку Сколько там глубина Ну метр там точно А вот здесь по колено Да вот, вот где Вот здесь Ну что, то есть она держит Можно прям по ней идти Ну намного, да, выше Вот подымают бобры Делают забруды Прямо строители Натаскиваются На минимум полтора метра Да, минимум Надо видеть следов-то нету Ну значит спит уже Я когда гулял А следы он вывозает Сейчас наверное веток Натащил и уже там спит Ну посмотрим сейчас Если увидим следы Так-то Ну да Собаки Поймали, съели Будет бобра На этой стороне много следов Здесь все и хожено и схожено То есть сюда приезжают люди И ходят, гуляют Ищут эту местность И конечно Тут тоже у нас борщевик Символ Тверской области есть Да, да, да Огромное количество ольхи И вся заросшая хмелем Это же хмель Сключил я навигатор Нет, есть любезно Сообщенная мне точка Очень много следов Заячьих, лисы Прям настоящий лес Сейчас по навигатору Будем искать А? Да, да, дофигища Где-то вот здесь Вон он мне кажется уже Вон там видишь Какие-то срубленные деревья Летом тут вообще ничего не видно Мне кажется За этими елками Смотри как закручено Видел Местность такая Что летом тут ловить Практически нечего Все в заросле Крапива, малины Кустарника Сейчас идти Тоже тяжело Хотя снега-то нет почти вообще Никакого Куда-то меня ведет Левее Да Мне аж его вообще не видно Ух ты Да, какие-то следы туда уходят О, вон они камни Сейчас он к ним вылезет Мавигатор я тут Грубая То есть его найти Очень сложно на самом деле Будем все Полностью все фиксировать На видеокамеру Все происходящее Потому что могут и демоны Появиться в любой момент Все что угодно Вот оно Рудаевская Сейчас увидишь Ну это Считается, что это пьяные трактористы Вот видишь Здесь обереги висят По деревьям Уже современные Как в прошлый раз я рассказывал Вот это вот большой трон Для вождя Вот это камень для Шоумена А вот этот камень На котором происходили Все жертвоприношения Вот, смотри Я тебе расскажу Подойди сюда Вот этот камень Плоский Центральный Это столб Вокруг него Пять камней Видишь лежат Нет Этот столб Пять камней Вокруг него Он котал Большой камень На нем На корточках Сидел самый главный вождь Вот этот камень Здесь На нем сидел Какой-то или шаман Или сын вождя И прикололся А остальные Это были зрители Лесенку сломали Вот Там была лесенка С которой все это фоткали Да Тут они строили Залезали На деревья И сверху делали фотографии В общем Вот такая вот фигня Летом Конечно Тут снега меньше Все это видно Но мхом Уже начали обрастать Их же чистили Буквально недавно То есть Был слой Сантиметров 20 Мха на них Сейчас на них Уже Мух просто порос Мышиные следы Красивые Вот есть Эти фотки Реально Аномальная зона Закрученные деревья Просто Гриб По сравнению С мою ладонь Огромный Просто огромный И много Закрученных деревьев По всей длине И вот эта дорога Видимо Травинка может Для грибников Но здесь машина Когда раньше ездила Может быть Там вырубка Какая-то в конце Господа вообще джентльмены Роскошно вообще Да и вообще Вы все молодцы Нет, воистину роскошь Эксельсио Дистинктивно Воистину дистинктивно Вот так вот выглядит Ниже бавровой плотины Вот так вот выглядит Выше бавровой плотины А там Вообще лед Так выглядит человек Который в лесу нашел топор Да Вот Я вот на ней стою Она очень прочная Она замерзшая Ну это монолит Да Да Давай только Вот А вот там вот Выше переходили Слушай, вот тут Две раз где Асатами Андрей Его я ломал Еле-еле Там он толстый Действительно Мывает и песок И глину Все это Очень прочно По плотинам По бавровым Можно переходить Даже вон вдвоем Песок Грязь Да Но высота Большая Идем обратно Погода Такая Добавная И солнышко Вон этот лес Вдалеке Елка торчит Вот оттуда мы идем Солнышко Сейчас пойдем Еще в одно Интересное место Рядышком Тут сходят Ну да Вот какие-то бетонные столбики Оношли от дороги Идем на объект То есть вот встретили Посреди леса Бетонные столбики И вот впереди Видно Огромные-огромные окопы Возвышение Со спутниковой карты Это все видно Как будто В форме Револьвера Как это называется Патроник Револьвера Барабан Револьвера То есть в центре Дырка И по краям Шесть дырок Со спутниковой карты Смотрится так Сейчас мы подойдем Поближе Посмотрим Как это в жизни То есть некий объект Либо это какие-то курганы Непонятные Какие-то непонятные курганы Либо военные объекты Выглядит это вот так Сейчас мы будем на них забираться И смотреть Вообще на что это похоже Но очень сильно все заросшее То есть реально Ну 40 лет Есть этих деревьев Может быть больше Я не знаю Разросло все это Очень давно Потом я Со спутниковой карты Приложу Наверное сюда Картинку Как это выглядит В разное время года Да Это какие-то огневые позиции Походу Окопы То есть полукруг Вот этот полукруг Это все вписано В огромное кольцо Смотрится это Со спутникой карты Прикольно Жаль Квадрека нету Ну может летом Заезд Вот машина сюда Заезжала Следы от машины И туда вот Несколько дорог Ведет и куча мусора Люди сюда приезжают Тоже посмотреть Что это такое Вот это получается Как бы главный заезд Главный заезд на территорию И по периметру Правильной симметричной формы Находится 6 Таких как колец Кругов Они не круглые Они с разрывами А вот это Центральное кольцо Вот много следов Зайчьих Много следов Машины Птичьих И от машины Вот человеческие следы То есть сюда люди приезжали Буквально недавно После Нового года Вот тропинка Мы сейчас будем исследовать Подносительно тропинки То есть вот это Центральное кольцо Оно как бы кольцо Но оно вот с разрывами С заездами Я думаю Что сюда заезжала Какая-то техника Военная И здесь или пряталось Типа как временное хранилище Да Или какие-то ракетные установки Стояли Или пушки Что-то такое Очень интересно В плане Что люди строили Так ровно Так высоко И никаких входов Выходов И все заросло Очень давно Именно искусственные насыпи Исключительно С целью Спрятать О Смотри Какая нора Круто Это реально нора Животного Высота сколько Миш Метра О Птичку Ты видел Здесь у него гнездо Здесь эти норы Животных Да А здесь получается гнездо Не будем беспокоить А к гнезду подходило Какое-то животное Собака походу Ну что думаешь Я думаю Что это Их шесть Шесть Это центральная Вон еще одно Да Я думаю Что это заезд И сюда заезжала Техника военная Типа ракетной установки Тополь Ее сеткой накрывали Маскировочной И все То есть тренировочная Или как временная Дислокация Ну она слишком Со спутника видно Слишком красиво Да Чака красивая Ну она маленькая Нахер она тебе не нужна Че ты из нее Ты из нее что не сделаешь Там в лесу Знаешь сколько было Вот где мы были Я пошел по той дороге Я думаю Ну ты все Большой вот Кстати камень Орешник Да Нет Там были Чаги тоже Ну в общем Вот такой вот объект Входов здесь нет Бункеров тоже То есть чисто Огромный круг Посреди поля Который снаружи Зарос Квадратом деревьями Вот по пути Помню отворот Есть А вот да Эти Меж Огромные Выключены Вот Кому-то пытались Просверлить Под тротиловые шашки Он по-моему И пытались Зарвать Ну видимо А мне кажется Просто кирпич Покрошился Не слишком глубоко Нет У нас в деревне Хорошо Кирпич У нас церковь Пытались три раза Зарвать Так Ни один из взрывов Так и Ну ты что Видишь Сохранились Иконы Прески Прески Да Вот эти мне Очень понравились Огромные Уключены По двери Все равно Ума Палата Детя нарисовали Это да Камни В основании Фундамента И старицы Мы сейчас Пойдем Да Наверх На самом верх Поднимайся Вот Такое окошко Такая лестница По ней Поднимался Звонарь Вероятно Да 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 Тебе говорю Все очень прикольно Оттуда сверху Очень хороший вид Открывается Ну Дети Купеньки Из старейского камня Из свеснякового Вот она Церковь сама Восстанавливает Купол уже сделали Как это Маковка называется Ну вот это Переход Полностью Разрушенный Там лесенка То есть Если не было закрыто Можно было бы тоже туда На самом верх Подняться Ну видимо Хоть как-то пытаются Устанавливать Туда потихоньку Конечно А туда выше Видишь Уже залезть нельзя Но там тоже Вот есть помещение Наверху Вот А вот красный Что-то я не вижу А вон платная Это Платная Трасса Уже здесь Подобралась Вплотную Вот Вот такой Объект Вот туда Кто-то залезал Видишь 75-й год Кто-то залезал Туда И рисовал Сейчас уже Конечно Нам не забраться Здесь тоже Окошко было Да Да Как ни странно Это очень странно Это у нас Речка Тьма Офигенный Подворот Там вот Деревня Новинки Мы сейчас Выше потечение Вот так вот Формируются Круговые Дентины Вот такой Подворот И вот здесь Даже если Речка Татамер Здесь Наверное Все равно Будет крутиться Быстринки Проверовать Вот такие Места Называется Джакузи На реке Тьме Такой Вот Очень большой Порог Вода Бурлит Льдины Льдины Такие Плывут Прикольно Здесь летом Купаться Конечно Шикарно Лежать Вон Здесь приезжали Недавно Здесь походу Купались Да Ну вот Вытоптано Все так Так вот оно Походу Джакузи Походу Да Прикольно То есть летом Здесь прям Лежишь Вот в этой Куче Такое Лето Но туда Там походу Остатки Я просто помню Веревку натянуть Просто помню Подкачном Подобное место Приехали как-то На корпоратив Классно Пошли Попробую Подойти Да Вот река Тьма Вот такой Просто мощнейший Водопадище Тихо Ты Как Как Ниагарский Да Водопад Пиздец Мой Вот Такая Вот Джакузи Для купания Вон там Из камней Выложено Что-то Прикольно Просто Я думаю Нормально Сейчас Уплывешь Слушай А там Нормально Течение Да Вот здесь Начинается Вот здесь Раз Рыба Рыба Вот тут Как раз Рыба Должна Стоять На противоходе А на льду Стоять Можем быть То есть Речистник Стоять То есть Поехать Стоять Стоять Закон Стоять Все Стоять